Если бы они пришли ко мне посвататься, я бы их просто гнал бы метлой. Вот такое должно быть к ним отношение. За таких людей не выдают. Это просто ничтожество. Такие люди это ничтожество. Борис Цалкин. Ты веришь во внеземную жизнь? Была новость, что Кадыров видел НЛО. Кроме того, мой одноклассник рассказывал мне, что его в детстве похитили и изнасиловали пришельцы. Ты знаешь, я концовку не зачитал, потому что здесь немножко не совсем приятная тема. Я, наверное, отвечу на первый вопрос. Верю ли я в внеземную жизнь? Смотря что ты подразумеваешь под внеземной жизнью, если ты имеешь в виду жизнь после смерти, то есть то, что после смерти ничего не заканчивается, а там нас ждут некоторые другие события, и для кого-то приятные, для кого-то не очень. А в это, конечно, я верю, как мусульманин, я обязан в это верить. Тот человек, кто не верит в это, не является мусульманином. Это противоречие религии. А если ты под внеземной жизнью подразумевал каких-то инопланетян и прочих существ, я не могу в это верить, потому что у нас нет об этом никаких знаний. Но в то же время мы, если где-то мы узнаем, что где-то еще есть какие-то существа, и они там живут, и это будет просто дополнительная информация, которая никак не противоречит религиозным каким-то убеждениям. То же самое касается и многих земных существ, которых еще не открыли, возможно, да, морских каких-то существ, которые не открыли. И ведь полно. По сегодняшний день у нас постоянно что-то новое открывают. Если вот так вот вдруг возьмут и откроют, что где-то там на ближайшей орбите обитает какая-нибудь, какая-то скалопендра, какая-то другая, ну, значит, да, обитает и обитает. Но это не тот вопрос, который можно верить или не верить. Это все-таки совершенно иная тема. Если это откроют, если будет факт такой, то да, ты это признаешь. Если нет такого факта, то ты как бы об этом и не думаешь. Но это не тот вопрос, в который можно верить. Верить можно в Бога, а точнее нужно верить в Бога. А эти, это моменты, это такие какие-то жизненные бытовые моменты. А вот что там видел Кадыров и прочее, это я даже не буду комментировать. Там кто сказал, что плохо относится к Невзору. Мой брат вышел из эфира, все, война. Покинул чат, да? Замечательный человек. Слышал, что 33 вагнеровцев задержали в Беларуси. Обвинили в подготовке теракта на территории Беларуси, еще 200 и еще РФ говорит, что они хотели в Турцию. Да, конечно, я слышал, я не мог упустить такую новость. Тем более, что за событиями в Беларуси сейчас слежу. Держим за вас кулаки, белорусы. Короче, что я могу сказать, это действительно какая-то странная такая история и, ну, очень подозрительная на самом деле, это очень подозрительно. То, что вот сейчас, накануне выборов, раз появляются какие-то чуваки-вагнеровцы, которые задерживают это иностранная сразу угроза, понимаете, слишком это странно. Пока не хочу делать какие-то, как-то анализировать это, делать выводы из этого, но, я думаю, время покажет, что это было, насколько это все реально, насколько они собирались там что-то на территории Беларуси делать. Но, на самом деле, удивляться как бы нечему. Мы же помним, как начинался Крым. Зеленые человечки там, да, это ведь все тоже как бы примерно приблизительный сценарий. Почему бы и нет, на самом деле. То есть, угроза такая, она в принципе отсутствует ли? Нет, конечно, не отсутствует. Мы не удивимся, если такой же сценарий Россия провернет и в Беларуси. Но в то же время это подозрительно, потому что накануне выборов, которые Лукашенко явно, если их провести честно, он их не выиграет никогда, а он их просто с треском провалит. И вот здесь, тут появляются какие-то товарищи из иностранного государства. В общем, это очень подозрительно. Я думаю, что нет, уже нет обратного хода. Вы же видели, после того, как Кадыров объявил им санкции, после всех вот этих вот его прихвостней, которые объявили санкции, после этого даже в Иордании какие-то чуваки, иорданские чеченцы, не самые достойные из них, скажем откровенно. Семь, по-моему, человек, они записали видеообращение, в котором они поддержали, значит, Кадырова и высказали свое недовольство Америкой. Вы представляете, какой это позор, ну, Субханаллах, что происходит? Неужели там в Иордании, там никак нельзя на этих людей как-то повлиять? Меня просто это поражает. Вроде, неужели там, где люди выросли без этого гнета, поколение, которое не видело на себе всех этих Кадыровских репрессий, почему они становятся вот такими рабами? Я вот это не понимаю, почему, почему там с ними не работают старшие, почему им не разъясняется, что вот это вот лизоблюдство, что это вещи, противоречащие нашему общению, нашему менталитету. Почему бы с ними не провести разъяснительные беседы? Неужели, неужели все там в Иордании на этой волне? Нет, я уверен, что нет, я уверен, что нет, там наверняка большинство, я думаю, что в Иордании проживающие чеченцы, они совершенно на правильной волне, я так думаю. У меня хорошее мнение о них, но я не понимаю, почему среди них берутся вот такие вот товарищи, и они же среди них живут, они наверняка чьи-то родственники, за них выдают замуж там своих дочерей, сестер, у них же происходит какая-то коммуникация, у них же там по-любому это происходит. Но как так? Почему этих людей не бойкотируют? За таких людей, ни за одного, кто стоял в этом обращении, разговаривал один некий, имран Арслан какой-то, и там сзади еще шесть, по-моему, человек стоят. Вот ни за одного из них, если бы они пришли ко мне посвататься, я бы их просто гнал бы метлой. Вот такое должно быть к ним отношение. За таких людей не выдают, это просто ничтожество, такие люди, это ничтожество. Пускай едут домой, и там пусть Кадыров за них выдает своих дочерей, там своих родственниц. Вот так их нужно как бы бойкотировать. Ну что, приезжай к нам в Норвегию, мой дедушка будет очень рад тебе. Всегда во время твоего эфира закрывается у себя и слушает в тишине. Ну, не обещаю, но приеду, иншаллах, в Норвегию, посещу я как-нибудь, когда будет такая возможность. Тем более, что она недалеко. Хаджи Мурат, асаламу алейкум. Дай Аллах, чтобы у нас среди дагестанцев появился такой последовательный и разумный блогер, как ты. Алейкум асаламу алейкум. Ты знаешь, я бы сказал, что дагестанцы сегодня более активны и в благосфере, и в какой-то общественной деятельности. Единственное, если говорить именно о такой направленности, как освещение каких-то политических моментов и иных, общественных, критика власти, то в этом плане, возможно, да, эта ниша еще не совсем занята, так скажем. Но зато в Дагестане очень, очень хорошо представленные студенты, они реально ведут очень активную работу. И эта работа, она полезна не только дагестану и дагестанцам, а вообще всем людям, говорящим или понимающим русский язык. Так вот, я, наоборот, как бы респектую дагестанцам, студентам, которые не просто получают знания и хранят их в себе, но и трудятся, очень серьезно трудятся в этом направлении, в донесении, в призыве, в исламском призыве, в разъяснении очень многих моментов, которые важны не только в Дагестане, а вообще для всех людей, которые понимают русский язык. Поэтому здесь, наоборот, огромная благодарность этим нашим братьям и респект. Субтитры создавал DimaTorzok